Следующие две новости у нас будут из области школьной жизни. На шестом месте новость из Кировграда, что в Свердловской области, на Урале. И звучит эта новость так. Учеников начальной школы в Кировграде довели до истерики лекции про зверство украинской армии. Главным героем этой новости является артист или актер по имени Иван Агулов. Вы наверняка про такого актера ничего не слышали, но и слава богу. Зато послушали его ученики начальных классов этих самых кировградских школ. Разъезжает или ходит он по этим школам с гастролями. За гастроли, кстати говоря, берут деньги по 70 рублей с носика курносика. И рассказывает ученикам про зверство украинской армии, про заговоры, про то, что все за всеми следят. Мировая закулиса рулит. И вообще, как страшно жить в нашем мире. То, например, он рассказал детям о том, как в городе Славянске ребенка прибили к дулу танка, а маму зацепили крюком и таскали по всей деревне. А также о том, что мобильные телефоны и компьютерные гаджеты следят за россиянами. Вот интересно, кто через мобильные телефоны следит за россиянами. Наверное, вот если телефон iPhone, то американцы, если телефон Samsung, то южные корейцы. Ну, а если телефон, извините за выражение, Huawei, то это должны быть китайцы. В общем, все мы находимся под пристальным взором мобильных телефонов иностранного производства. Ну, почему бы свой вдруг ради такого дела не произвести? Кажется, есть один под названием Yota, но что-то мало кто им пользуется. Ну, а по поводу ребенка, прибитого к дулу танка, ну, это вообще интересно. То есть это явно развитие темы Первого канала по поводу мальчика распятого. Но там-то хоть он был распят на доске для объявлений, которая делается из фанеры и деревяшек, вот к дулу танка прибить, то есть металлическому, да, это распоясались, конечно, бандеровцы, мало не покажется. Так вот, после всех этих рассказов дети стали проявлять, понятное дело, тревожность, начались у них панические атаки, стали они рассказывать всякие ужасы своим родителям и прочее, прочее. У меня, кстати, был в подмосковном Звенигороде тоже похожий случай. Моя дочь Лидия, которой тогда было три года, тоже пришла как-то из дома детского творчества и стала нам с мамочкой впаривать по поводу фашистов, по поводу того, что фашисты напали на Россию и все такое прочее. На самом деле, слышал собственными ушами. Когда мы ее спросили, откуда ты вообще слово такое слышала, фашист, а также откуда у тебя сведения о том, что кто-то там напал на Россию, она сказала, а нам так воспитательница сказала. Это, кстати, послужило одной из причин тому, почему как-то мы решили немного поменять нашу географическую дислокацию. То есть очень не хотелось бы, чтобы детишек травмировали таким образом наши мастера пропаганды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!